Продолжение следует... Это не время толстых журналов. Толстые журналы отгремели и сегодня их читают, как мне недавно сказали, довольно зло. Что сегодня их читают разве что те, кто в них печатается. В действительности, наверное, все-таки побольше, но тиражи толстых журналов очень невелики. И должен вам прямо сказать, что я не разделяю такой вот всеобщей скорби и стона по толстым журналам. Потому что когда в советское время тиражи были огромные, а в постсоветское время, в перестроечное время, они просто зашкаливали, потому что тиражи были там чуть ли не миллионы экземпляров, это было естественно. Потому что очень много произведений русской и зарубежной литературы на протяжении едва ли не 100 лет запрещались. И когда появился доктор Шевага, Белар Белар, Романа Генри Биллера, Джойса и так далее, и так далее, то, конечно, тиражи возросли. А сейчас эти тиражи, в общем-то, более или менее такие, какие, наверное, и должны быть у серьезных изданий. Если вы посмотрите на тираж какой-то серьезной книжки, не развлекательной, не популярной, не фэнтези, не эротики, не детектива, то вы увидите, что эти книги выходят и в Москве, и в российской провинции тиражом от силы тысячи экземпляров. Ну, бывают две, ну, бывают три. Ну, бывают, когда это, как теперь принято говорить, раскрученные авторы, вроде там, скажем, Улицкой, тогда эти тиражи могут быть действительно и десять тысяч. Ну, в общем, толстый журнал сегодня выходит тем тиражом, каким, вообще говоря, и должен выходить. Потому что большинство читателей, наверное, скорее всего, не вас, но большинство читателей все-таки ориентируется на популярную литературу, на популярные развлекательные романы. А толстый журнал, вот об этом у меня вчера было разговорное время, интервью, которое мы меня брали, а толстый журнал – это журнал противохода, журнал, который печатает произведения, так сказать, против течения. Вот если вы придете в большой книжный магазин, в Ярославле, в Москве, в Екатеринбурге, вы увидите, что народ толпится у толстых популярных журналов развлекательных, простите, романов развлекательных и так далее, и так далее. А, скажем, поэзию, драматургию, эссеистику читают, выбирают, разглядывают довольно мало людей. И вот мы как раз, в том числе и журнал «Иностранная литература», а раз вы его читаете, то вы это не можете не знать, как раз этим противоходом и знакомим читателей с серьезной заубежной литературой самых разных стран. Вы знаете, вот статистика довольно печальная, хотя сам я английст и перевожу книжки, и вот теперь стал писать книжки про английских и американских авторов, но статистика переводной литературы устрашающая. Я могу вас с ней познакомить коротко. У нас выходит порядка 150 тысяч так называемых титулов, то есть названий зарубежных произведений, и из них, представьте себе, но 72% это перевод из английского языка, 82%. Между тем серьезная литература, как вы догадываетесь, печатается на самых разных языках. Есть прекрасная литература латиноамериканская, мы с вами знаем, Маркес, Льоза, Борхес и многие другие. Есть прекрасная, очень интересная литература японская. И, кстати, российский читатель любит японскую литературу и ждет от нас публикации переводов современных японских писателей. Очень на подъеме сейчас китайская литература, ее тоже с большим удовольствием прочтет читатель. Ну, что называется, очереди за такой литературой не встает. Поэтому, собственно говоря, если говорить очень коротко, журнал «Иностранная литература» знакомит с тем, чего вы не найдете в книжных магазинах. В книжных магазинах вы не найдете этой серьезной литературы, потому что ее там, как правило, не берут. У журнала «Иностранная литература»… Рассказать немножко про журнал, да? У журнала «Иностранная литература» было несколько этапов. Дело в том, что журнал этот существует, можно сказать, с 1955 года, с лета 1955 года. И стало быть, ему будет в следующем году 65 лет, немалый срок и гораздо меньше, чем у таких журналов, как «Октябрь». Его, впрочем, уже не существует. Как журнал «Новый мир», как журнал «Звезда». Они создавались прямо после революции. А стало быть, им получается чуть ли не больше ста лет. Мы были созданы в 1955 году, но на самом деле иностранная литература появилась лет на 30 раньше, потому что у нас был журнал, который назывался «Интернациональная литература», примерно того же склада. Только он был, с одной стороны, очень сильно цензурирован, а с другой стороны, он был больше похож на «Альманах». Вот то, чего мы сегодня в нашем журнале боимся. Мы не хотим походить на «Роман-магазету». То есть мы не хотим, чтобы пространство нашего журнала занимало по большей части один большой роман, а все остальное были бы, так сказать, вершки да корешки. Что-то немножко поэзии, какая-нибудь там аннатная пьеска, юристические рассказы и так далее. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы у нас действительно были представлены все жары, более-менее раноценно, равномерно и так далее. Вот журнал «Наш, так сказать, непосредственный родитель» журнал «Интернациональная литература» в этом смысле был похож на «Альманах». Но это был и в то же время замечательный журнал. Если кто-нибудь из вас, когда-нибудь будет в Москве и придет в редакцию, мы будем вам очень рады. Журнал «Иностранная литература». Я вам покажу журнал «Интернациональная литература», как он вылезет. Вы увидите, что из там трехсот страниц этого журнала, этого «Альманаха» 250 снимает какой-нибудь один большой роман. Далеко не всегда интересно. Это, как правило, печатались романы, так сказать, социалистического и коммунистического направления. Но были и замечательные открытия. В частности, на страницах этого журнала впервые печатался «Улисс Джойс». И у нас, когда мы напечатали в 89-м году 12 эпизодов «Улисса» в 12 номерах этого журнала, но это было целиком, а вот переводчики Стивич и Романович, оба погибли в странское время, перевели несколько эпизодов «Улисса», и эти переводы печатались в журнале «Интернациональной литературы». Печатался в журнале «Интернациональной литературы» такой классик английской литературы, как Олдис Хамсли, и Девин Герберт Лоренс, и Мэрн, замечательный французский писатель, и, конечно, Фейхт Вангер, и мы не любили немецкие писатели. А в 38-м году журнала не стало. Его редакция была репрессирована, и журнал был уничтожен, закрыт. И вот в 55-м году было решено открыть журнал «Иностранная литература». Это, как вы знаете, представители старшего поколения знают, было время оттепеля. Мы хотели быть такими, как все. Мы перечеркнули, казалось бы, старинское время, как теперь понятно, далеко не совсем перечеркнули. И вот в 55-м году был создан журнал «Иностранная литература», который, тем не менее, жил под цензурой. Сразу хочу сказать, что наш журнал не испытывает никаких цензурных запретов, никаких цензурных рогаток. Мы печатаем действительно то, что считают нужным напечатать. Редка линия журнала, куда входят известные критики, переводчики, и публицисты, и его главный редактор. В этом смысле мы совершенно свободны. Недавно в Витнесе на книжной ярмарке местной была презентация нашего специального литовского номера. Мы сделали уже второй номер, посвященный литовской литературе, современной литовской литературе, и литовской литературе, которая издавалась в короткий период свободы Литвы, то есть с 18-го года до 40-го года, когда туда вошли советские войска. И на этом фестивале я выступал, рассказывал про этот журнал. После этого ко мне подошла какая-то местная, впрочем, русская, экзальтированная дама и сказала, бедные вы мои, как же вы выпускаете такой журнал? Вас же преследует Кремль, вам не дают ничего напечатать. Все это, конечно, абсолютно чепуха. Нам все дают напечатать, что надо, единственное, что если мы вознамерились бы, а мы этого не делаем, напечатать что-то очень неприличное, ну, например, с употреблением матерной лексики, что в переводе бывает, в общем, довольно нечасто, то тогда мы должны были бы поставить на своей обложке классификатор не 16+, а 18+, и продавать наш журнал в целлофане. Вы знаете про это правило, да? Но мы этим правилом никогда не пользуемся, у нас такого рода прецедентов нет, хотя мы печатаем серьезную литературу, и если в серьезной литературе есть легкомысленная сцена, позовем это так, или грубая, обсценная, как теперь говорят, лексика, ну что ж, это некая краска серьезной литературы, ничего, в принципе, в этом страшного нет. Почитайте Генри Миллера, тропик рак, почитайте того же Луриса, которого я сегодня уже не раз упоминал, и вы убедитесь, что, в конце концов, серьезная литература не обязательно должна быть пресной, правда же. Так вот, я начал говорить о периодах нашего журнала, про советский период я более-менее рассказал, а вот дальше началась перестройка, и в эту перестройку происходила перестройка и редакционно-издательского багажа нашей переводной литературы. Произошла интересная вещь, интересная и, в общем, местами довольно печальная вещь. Дело в том, что издатели, как вы понимаете, это прежде всего предприниматели, бизнесменные, они хотят из своих книг, хоть бы даже и серьезных, извлекать прибыль, и в перестройку вдруг, где-то, я хорошо это помню, в 88-м, не раньше все-таки, в 88-м, 89-м году, неожиданно стало вдруг понятно, что издатель, издающий зарубежную литературу, может издавать по существу все. Это было так же неожиданно, как выезды загранилица. Люди не знали, что они уже могут выехать и ждали, что им запретят. Рассказываю это для молодых, которые этого могут не знать, даже наверняка не знали. То же самое было и с зарубежной литературой. И вот появляется в кармане у издателя, в папке у издателя, в портфеле у издателя появляется, например, Анжелика. Слышали, наверное, про это название, да? Ну вот, теперь смотрите, какая у издателя есть возможность. Он может пригласить прекрасного переводчика французского языка и сделать из этой весьма сомнительной, легкомысленной штучки конфетку. Этот переводчик французского языка, как правило, человек немолодой, скажет, сколько листов в этой Анжелике? Ну, скажем, 35-40. Ну, значит, я перевожу от силы два листа в месяц, значит, мне на то, чтобы перевести книжку «Сорок листов» для 20 месяцев. То есть, минимум полтора года. Это издатель не устраивает, потому что пока он будет издавать эту Анжелику, в течение двух лет ее напечатают 10 других издателей, он не сможет эту книгу продать. Простите. Почему я на этом так подробно остановлюсь? Потому что издателю перестроечного времени понадобился новый переводчик. Переводчик нового типа. Какой? Молодой, который переводил не обязательно хорошо, но обязательно быстро. И, как правило, не один. Тогда берется это «Анжелика». Как вы понимаете, «Анжелика» это совершенно произвольное название. Может быть, любая возникает в том, рвется на 10 частей эта книжка и раздается этим молодым переводчикам. Они не очень мастеровитые, но они переведут вам быстро. А в общем издателю подобного рода литературы нет смысла издавать медленно. И он рассуждает так. книжка в сущности дрянь, она рассчитана на читателя, который не очень уж увлекается серьезной литературой, и у которой нет таких уж спасибо, нет таких уж высоких запросов. Ну да, я выпущу ее в неважном переводе, но я ее выпущу быстро. вот и таким образом в нашей зарубежной издательской практике появился новый переводчик. сейчас он подрос, остепенился, так сказать, стал переводить гораздо лучше, если не ушел вообще в другую специальность. Но вначале он переводил отвратительно. Вначале книгу издавали очень быстро, вначале эту книгу издавали с уросающим количеством опечаток, но она выходила через два месяца. Переводчик потрудился, получал гонорар, а издатель быстро ее издавал и извлекал из этого прибыль. Переводчики старой школы были всем хороши, но они быстро не переводили и стали ненужными. Опять же, почему я об этом заговорил? Потому что журнал «Настровная литература» в общем, и я очень горжусь этим, хотя тогда в журнале совсем еще не работал, даже, кажется, не был еще автором этого журнала. Журнал на эту тактику, на эту довольно циничную тактику не поддался. Как в журнале были хорошие переводы, так они и оставались, потому что журнал «Настровная литература» издавна, еще современной «Национальной литературы», которую журнал я упомянул, была практика использования очень серьезных редакторов, очень сильных редакторов. Что отличает редактора, традиционного редактора журнала «Настровная литература»? говорю об этом тоже без всякой, с большой гордостью. Это то, что редактор читает произведение вместе с оригиналом и проверяет, насколько тот или иной перевод соответствует оригиналу. Потому что очень часто так бывает, может быть, среди вас есть переводчики или близкие к переводческой профессии люди, что ты получаешь перевод, ты начинаешь его читать, и русский язык прекрасен. Действительно, книжка, так сказать, написана переводчиком, и переводчик в сущности это писатель, да, посредник, между оригиналом и переводом. Действительно, переводчик прекрасно знает русский язык, прекрасно им владеет. и произведение, которое он перевел детектив или, наоборот, какую-то сложную книгу, читается очень хорошо. Но после этого редактор, если он есть, заглядывает в оригинал и хватается за волосы. Потому что выясняется, что переводчик либо наврал, либо что-то выдумал, либо отступил от текста и так далее. Поэтому издателю, редактору журнала всегда надо иметь в виду, что ему нужно. Какой редактор ему нужен, если он выпускает какую-то книжку по лингвистике, по эстетике, по филологии. Если он нанимает хорошего литературного переводчика, он должен заранее знать, что этот переводчик в каких-то случаях, если он не специалист, соврет. И тогда ему нужен совсем другой редактор, ему нужен редактор, специалист по этой профессии. И наоборот, если он нанимает редактора, специалиста по этой профессии, то после этого ему нужен литературный редактор, который не будет обращать внимание на термины, потому что они проверены, но будет обращать внимание на переводной язык, язык, с которого вы переводите. Ибо литературный перевод – это как раз тот особый вид перевода, когда переводчик должен ориентироваться не на тот язык, с которого вы переводите, а тот язык, на который вы переводите. То, что я говорю, совершенно не означает, что я призываю литературного переводчика не знать или плохо знать язык, с которого вы переводите. Но его основная цель – это в данном случае, в нашем с вами случае – это русский язык. Это относительно эволюции, если угодно, перестройки переводческого дела. Одновременно с этим произошла и довольно печальная перестройка редакторского дела. Сегодня ситуация такая – в издательской практике переводной зарубежной литературы. Редактор либо, конечно, это не универсальный случай, но очень частый, чтобы не сказать все частые, редактора либо нет вообще, либо редактор читает ваш переводной текст, «Костящина». Мы сейчас с вами играем в то, что вы переводчили. Как русский текст. Не зверяйся регионалам. И это еще не самое худшее. Самое худшее – это когда редактор просто проглядывает текст, или редактор подменяется корректором, а корректор занимается запятыми, а не словами. Крубо говоря. И вы оказываетесь в совершенно дурацком положении и при этом в восторге. Потому что вы звоните в издательство, вам говорят, вы знаете, все абсолютно в порядке. Вы спрашиваете с дрожащим голосом, ну как, как вам мой перевод? Прекрасный перевод. Вы не знаете, что его увидели, что его сочли прекрасно. А как же я бы хотел прочитать корректуру? Ну я несколько все это, конечно, иронизирую над этим. Я бы хотел прочитать корректуру. Да что вы, какая корректура? Уже книжка выйдет через две недели. И вы, конечно, как всякий автор, совершенно счастливы. Потому что через две недели вы открыли книжку, вы ее открываете, что происходит дальше, вы догадываетесь. Вы сталкиваетесь с массой отпечаток. И вы убеждаетесь, что редактор не только не улучшил вас текст, но и редко и ухудшил. Есть еще одна разновидность редактора в сегодняшнем перестроечном издательском деле, который может быть еще хуже того редактора, который читает вас текст только как русский. Этого редактора, в принципе, принято называть по-английски рерайтером, то есть переписчиком. Такой редактор обычно существует не в издательской практике, а в журналистской практике, в газете, в журнальной практике. Что делает рерайтер? Рерайтер пренебрегает вашими усилиями. Вы можете быть очень плохим автором и очень хорошим. Вы можете быть очень плохим переводчиком и очень хорошим. Как бы то ни было, ваш текст не имеет никакого на него значения или почти никакого. Он вас призывает посмотреть, как он отредактировал ваш текст, и вы убеждаетесь, что вы этот ваш текст просто не узнаете. Потому что он его в целом переписал. Есть такие редакторы, я не буду на них сейчас ссылаться, не буду их называть, но есть редакторы, которые так работают и с авторским, и с переводным текстом. Они его полностью виды изменяют. А мне в свое время, когда меня учили заниматься этой профессией, один очень мудрый редактор, одна дама, ее уже не в живых, она, вообще говоря, была редактором французским и испанским. Но как-то так получилось один раз, что она редактировала мой текст, и она мне сказала, когда я пожаловался на какую-то очень жесткую редактуру, она мне сказала, не забывайте, что вы хозяин текста. То есть, если вы автор или если вы переводчик, а это в сущности одно и то же, то вы хозяин текста, и редактор не должен превышать свои полномочия. Он обязан вас править, иногда вас править очень резко, очень сильно, но он не должен вам навязывать свою редакторскую, творческую, если хотите, волю. Понимаете, это очень важно. А вообще отношение нашего журнала с редактором бывает нескольких видов, об этом тоже, может быть, стоит упомянуть. Если перевод очень нравится, очень хорош, то тогда можно снять какие-то вопросы, мы это называем, вы знаете это выражение, снимать вопросы. Можно снять вопросы прямо по телефону. Если перевод хорош, но хуже, то вы призываете к себе переводчика и снимаете эти вопросы вместе с ним, или в переписке по компьютеру. Если же перевод с вашей точки зрения никуда не вводен, то тут возникает проблема, потому что вы можете, в принципе, как редактор, перезаказать перевод, то есть сказать переводчику «Х». Знаешь, дружок, у тебя ничего не получилось. Мы вынуждены перезаказать перевод. Но это вариант очень плох. И издатель, редактору это не простит, потому что у издателя, как мы с вами уже сегодня убеждались, свои планы на эту книгу. И вы этим своим решением эти планы сильно затягиваете. И он не получит книгу в тот срок, на какой он рассчитан. Поэтому вы, как редактор, начинаете юлить и говорить, вы знаете, перевод может быть и ничего, это святая ложь. Но нужно было бы кое-что изменить. Давайте мы вам дадим месяц, давайте мы вам дадим два месяца, вы должны что-то переделать. Как вы, наверное, догадываетесь, если переводчик плохо, если он не умеет переводить, то за два месяца он переводить не научится. И, в общем, вы, в конце концов, идете по полиативному пути. То есть вы, в конце концов, уложитесь более или менее в сроки или выйдете из этих сроков не на большой, не очень сильно, напечатаете это произведение, оно будет далеко от совершенства. Поэтому очень важно, если вы издатель, если вы редактор журнала «Иностранной литературы», можно, например, очень хорошо выбирать переводчика. И сам переводчик, если он профессионал, если он высокий профессионал, он должен хорошо себе представлять, что он может переводить, а что не может. Потому что нет хорошего переводчика, который способен переводить хорошо все. Есть переводчик, которому удаются надрегалы, а есть переводчик, кому удаются эпические поэмы. Есть переводчик, который прекрасно переводит сложную описательную прозу без единого диалога, а есть переводчик, которому дается драматургический жанр, который прекрасно владеет диалогом. И ты прямо видишь, когда читаешь его текст, что пока идет диалог, он прямо ловит на лету, а потом идет какой-то описательный кусок, и он уже не в состоянии с ним справиться. Поэтому тут очень важен союз редактора, ну, например, меня и моего переводчика. Я должен знать, кого выбрать на этот текст, а переводчик должен понимать, по руке ему этот текст или нет. Это очень важное соображение. Очень важное соображение. И плох тот редактор, непрофессиональный тот редактор, который не может подобрать переводчика. Мне часто задается вопрос, опять же, относительно журнала, как мы вообще выбираем произведение. Я думаю, что у нас будут вопросы, и такой вопрос могли бы задать. И, предвосхищая этот вопрос, я могу рассказать, впрочем, мне кажется, довольно невнятно, каким образом мы выбираем свои произведения. Почему невнятно? Потому что у нас есть очень много способов подбора произведений. Как правило, это поиски по крупным рецензионным журналам западным, которым мы доверяем. Есть, например, превосходный, лучший такого рода журнал. Это американский журнал. Он называется New York Review of Books, то есть Нью-Йоркское книжное обозрение. Здесь действительно обозреваются, описываются, причем описываются очень кратко, на двух-трех страницах, и содержание, и смысл, и значение наиболее крупных произведений по разным областям знаний, в том числе и по художественной литературе, которые в этом журнале обозреваются. Значит, если в New York Review of Books какая-то крупная книга не рецензируется, это значит, что журнал, редакции журналов не находят в нем большой цены. Поэтому мы доверяем вот таким рецензионным журналам, и очень часто приобретаем книги, которые они рекомендуют. И мы часто даем аннотации такого рода книг в нашем журнале. Кроме того, и с этого, наверное, надо было начать, в данном случае нашими помощниками являются сами переводчики. Большую часть переводов, или, вернее сказать так, большую часть произведений на переводы мы получаем от наших переводчиков, от наших авторов, от членов нашего редакционного исторического совета, которые либо французисты, либо испанисты, либо английсты, либо японисты занимаются этой литературой, знают конъюнктуру и иерархию сегодняшнего дня в той или иной литературе и предлагают нам выбрать то или иное произведение или даже напрямую рекомендуют нам ту или иную книгу. Мы очень доверяем такого рода экспертов, такого рода специалистов и следуем, в общем, по их украске. Теперь вот передо мной лежат два номера, и оба эти номера, хотя между ними нет абсолютно ничего общего, это так называемые специальные номера. Вот я много сегодня и говорил о той революции, революциях, вернее, которые произошли в журналах иностранной литературы за последние 65 лет. Вот одна из них — это большое число специальных номеров, которые выпускают журнал в течение года. Происходит это по двум причинам. Во-первых, это выгодный журнал. А журнал выходит тиражом 2,5 тысячи экземпляров, не больше. И, конечно, нам очень важно, когда зарубежные культурные институции, посольства, министерства иностранных дел и так далее, и так далее, дают нам грант, дают нам субсидии на издание специальных номеров. Потому что соответствующим посольствам, соответствующим культурным институциям выгодно, когда мы издаем журнал, посвященный другим литературе. И у нас таких журналов, таких номеров все больше и больше. И вот перед нами, передо мной как раз два таких номера. Вот этот номер с очень странным названием «Страна зеленых ворон и синих коров». Это название надо было бы пояснить, но я сейчас этого делать не буду. Это номер, посвященный современной литературе. Почему мы его издали? Потому что в прошлом году все три прибалтийские страны праздновали 100-летие своей независимости, который им дал Совет народных комиссаров, Борис Ленин, в 1918 году. И у них были деньги на то, чтобы, так сказать, отпраздновать, отметить этот юбилей. И мы сделали специальный литовский номер, о котором я вам уже говорил. И описывал ту нелепую реакцию, которую вызвало мое выступление в Литве, на книжном фестивале. И вот латышский номер. Вот этот номер третий, латышский, посвящен специально латышской литературе. Латышской литературе сегодняшнего дня, латышской литературе 30-40-х годов, которого, кстати сказать, мы с вами почти не знаем. Хотя, вы можете мне сказать, как же мы не знаем, когда в журнале «Дружба народа» в советское время латышские авторы, ну, например, «Раймис», да, издавались в большом количестве. Да, но никогда не издавались произведения, которые выходили в так называемые буржуазные Латвии в 30-40-е годы. Вот этому посвящен, этой стране, этой литературе посвящен журнал. Он действительно никоим образом не похож на «Альманах», потому что здесь огромное количество рубрик. Вот прямо даже если вы посмотрите, вы увидите, какое количество здесь рубрик. Здесь есть и рассказы, и роман, и фрагменты романа, и статьи об экономике Латвии, и интервью с очень известным латышским кинорежиссером, ну и так далее, и так далее, и так далее. Есть здесь, кстати, и переписка Раймиса со своей женой и подругой, что тоже довольно интересно. А рядом с латышским номером лежит номер шестой. Он на сегодняшний день последний. Следующий номер, он тоже, кстати, будет специальный. Это американский номер. А этот номер посвящен современной литературе Мексики. Такой номер мы выпускаем впервые. Он действительно очень интересен. И здесь тоже очень много разных рубрик. И есть здесь, между прочим, и рубрика, которая называется «Мексиканская болезнь». Это о Мексике пишут французские футуристы и сюрреалисты. Что тоже довольно любопытно. Я вынужден так быстро, так коротко говорить о специальных номерах, потому что есть еще о чем поговорить. Но вот специальные номера – это некая специфика сегодняшнего журнала «Иностранная литература». Мы обязательно образом присутствуем на главной, для нас главной, книжной ярмарке нашей страны, ярмарке «Нонфикшн». Знаете про нее? Она до последнего времени проходила на Крымской набережной. Теперь, говорят, она переедет в гостиный двор, но это значения не имеет. Мы присутствуем уже много лет на этой книжной ярмарке, и мы более или менее представляем себе аппетиты тем, кто следит за журналом «Иностранной литературы». И специальные номера пользуются огромным успехом. В 2018 году мы сделали специальный номер, посвященный Англии. Второй номер очень интересный, мне кажется, специальный номер, посвященный французской литературе. Это седьмой номер. Номер, посвященный литовской литературе. Это номер одиннадцатый. И номер двенадцатый номер, посвященный итальянской литературе. Все эти номера есть в этой библиотеке, где мы сейчас с вами встречаемся. Так что, что называется, обращайтесь и спрашивайте. А в 2019 году, который, в общем, вроде бы совсем недавно начался, мы уже с вами, мы уже сделали специальный номер, посвященный мексиканской литературе. Седьмой номер, как я сказал, будет посвящен американской. И десятый впервые будет посвящен хорватской литературе. Так что, как видите, так сказать, радуга, разнообразие наших специальных номеров очень далеко. Есть у нас и другая разновидность специальных номеров. Это номера, посвященные той или иной тематике. Вот за последние несколько лет мы сделали два номера, очень, по-моему, интересного, посвященных Шекспиру. Потому что годовщина рождения Шекспира и смерти очень близка одна к другой. И мы сделали два номера, посвященных Шекспиру. У нас были специальные номера, посвященные молодежной литературе. был номер, посвященный отношению отцов и детей. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, наши специальные номера – это не только так называемые национальные номера. У нас сегодня в редакции работают не больше 10-12 человек. У нас очень сильно, у нас все, понимаете, вообще толстый литературный журнал – это своеобразная шагреневая кожа. Мы сжимаемся. Если раньше в иностранке работало 50-60 человек, сейчас, конечно, мы не в состоянии держать, прокормить такое количество людей. У нас работает мало сотрудников, и более или менее все занимаются всем. Нередко главному редактору приходится быть и корректором, а бывает и такая парадоксальная ситуация, когда и корректор решает какие-то вопросы, которые по плечу только главному редактору. Сегодня это обычное дело для небольшого издательства, в том числе и для редакции иностранной литературы. Это то, что я хотел вам вкратце рассказать про журнал. Надеюсь, что я как смог разжег ваш интерес к журналу, если он вообще существует. А сейчас я еще хочу рассказать об одной тоже несколько странной вещи, ибо сегодняшние толстые журналы, как я попытался вам доказать, это довольно странная вещь в современном российском книгоиздании. Между прочим, для всех нас очень большой вопрос и не очень понятный вопрос, почему, например, в таких странах, как Франция или Германия, тиражи книг гораздо больше, чем у нас. Чем это объяснилось? Это совсем не такой вопрос, и на него отвечают очень по-разному. Вот книжка, которая у нас выходит, то, с чего я начал, тиражом 2-2 тысячи экземпляров в Германии, я просто это знаю, эта же книжка выходила бы тиражом 15-20, а то и 30 тысяч экземпляров. Почему это так происходит, не ясно. При том, что население Германии, население Франции вместе составляет население нашей страны. Одни говорят, что у нас стали меньше читать, другие говорят, что у нас читают в основном на сайтах и в интернете. Третьи говорят, что у нас читают не меньше, чем раньше читали, но в основном читают развлекательную литературу. В общем, ответов на этот вопрос очень много, и никто так толком объяснить и не может, почему западное книгоиздание процветает во всяком случае во многих странах, я уже не говорю в англоязычных странах, там вообще ситуация особенная, потому что английская и особенно американская литература совершенно самодостаточна, и у них при той мощности издательского рынка и огромных тиражах собственно английских британцев, я имею в виду американских книг, процент переводной литературы очень юный. Очень юный. Конечно, они переводят книги такого уровня, как их и Билар Кулак, например, но и даже современных крупных российских писателей, да, они переводят их, но в общем они переводят относительно мало, им, что называется, хватает своего. А вот в таких странах, как Франция и Германия, очень любят переводить, переводят очень много, особенно во Франции, причем много переводят и экспериментальной русской литературы замечательной на грани веков, 20-х годов, 30-х годов. И эти книги, которые рассчитаны далеко не на популярного читателя, выходят тем не менее большими тиражами. У нас бы они вышли крохотными тиражами или не вышли бы вообще. И вот теперь, в заключении, из последних 10-15 минут, я хочу коснуться еще одной стороны уже непосредственно моей деятельности, которая тоже, как я уже сказал, носит несколько причудливый характер, потому что, начиная с 2011 года, непонятно почему, я почти запустил перевод, которым всю жизнь занимался. По существу, с 1978 года, вот первый перевод у меня вышел в 1978 году, а до этого то, что я, то немногое, что я переводил, оставалось, так сказать, под спудом и вышло потом очень не скоро или не вышло вообще. Так вот, начиная с 2011 года, я увлекся необычным совершенно для себя жанром. Я стал писать книжки сам и написал несколько книжек, посвященных крупным англоязычным писателям. Двум американским – это Фрэнсис Котт Фитт Джерард и, уже упоминавшийся здесь, Генри Миллер, и главным образом английским – Киплингу, Савер Сетту Моэму, Оскару Уальду, Грэму Грину и Вирджинию Вульф. Вот сейчас я пишу еще одну книгу, посвященную тоже очень известному английскому писателю, юмористу Пеллу Грэму Грэму Лотхаусу, наверняка все его слышали, все про него слышали. Вот я увлекся этой темой, я перевожу по-прежнему, но перевожу, в общем, очень мало. И вот увлекся этим жанром, объяснить, почему это произошло. Мне довольно трудно, но, в общем, в каком-то отношении писать биографию, писать свою задачу отчасти близко к переводу, потому что ты, в общем, ничего не выдумываешь, но более-менее переписываешь то, что ты нашел в той или иной биографии, написанной на языке оригинала. Мы же не работаем с архивами, как это делают авторы биографии известных русских. писателей. Как я работаю? Это очень нехитрая задача. Я обращаюсь к одной, к двум, к трех, к четырем биографиям, известным биографиям того или иного писателя. А их, когда речь идет о таких классиках, как «Аскар Уайт» или «Грэм Грин» или «Солниса Мойл», обычно довольно много, и читаю их, и, так сказать, компилирую из них то, что я считаю нужным. И считаю это для себя, так сказать, вполне достаточно. Меня очень увлекла эта задача, эта идея описать жизнь интересного писателя, находить в ней что-то любопытное, при этом стараться придерживаться истины, но до известностей. И, конечно, эти книжки не представляют собой строкой научной биограммией, безусловно. Это попытка, некоторая попытка интерпретации жизни того или иного автора. И вот последняя книжка, которую я издал, а вернее, которую опубликовала и издала издательство «Эстэ», видите, как красиво изданная книжка. Вот я привез ее в подарок вашей библиотеке, вы сможете ее здесь посмотреть, а, может быть, ее взять и читать надо. У этой книжки очень интересная судьба. Судьба ее интересна тем, что читать Вирджинию Ульф, если кто пробовал, совсем не так просто. Это далеко не тот автор, который привлечет, как говорят на англичане, читателей с улицы. Для того, чтобы прочесть Вирджинию Ульф, будь то ее романная или критическая проза, нужно, как говорят на нашем с вами языке, «путсорвис» есть. Это очень непростой писатель. Писатель, который требует особого отношения к чтению, к литературе, если угодно, отношения к жизни. А вот биография ее оказалась неожиданно интересна для гораздо большего числа людей, чем те, кто увлекся собственной прозой критической и художественной Вирджинии Ульф. Почему это произошло? Не мне решать. Я старался в этой книжке описать не только, может быть, даже не столько ее произведения, сколько ее жизни, которая была трагична, как, собственно, любая с вами наша жизнь. И крайне-крайне непроста это был человек с очень тяжелыми депрессиями, человек, который в результате покончил со мной в начале 1941 года, когда для Великобритании наступили очень тяжелые времена, как это была совершенно реальная опасность высадки гитлеровских армий на территорию Великобритании. Какие-то что-то в ее жизни ей очень удалось. Она, например, очень удачно вышла замуж, у нее был замечательный муж, который очень о ней заботился. Что-то совсем не удалось в ее отношениях с людьми, в ее отношениях к литературе. В общем, это была жизнь крупного писателя, очень вдумчивого, тонкого человека. Одному чуротонкому человеку живется в любой стране непросто, как вы понимаете. Кроме того, Вирджиния Ульфа интересна еще и тем, что она явилась представителем, как мы выражаемся, частью, очень крупного интеллектуального творческого течения, которое за неимением лучшего слова называется «блумсберийцы», то есть жители района Блумсберийцы, и, впрочем, никакими жителями района Блумсберийца не были, они просто «блумсберийцы», потому что они приходили к сестрам, в том числе и к Вирджинии, к ее старшей сестре, приходили к ней на ног и рассуждали на вопросы о литературе, философии, общественной жизни и так далее. И у них в результате этих бесед сформировалось некое более или менее единое общее отношение к жизни, в частности, это игралось, например, в их отношении к войне, к Первой мировой войне, где английское общество, кстати, как и российское, в то время сильно разделилось, потому что Англия требовала, так сказать, своих сынов отправиться во Францию в качестве кушечного мяса, а «блумсберийцы» не желали принимать участие в войне, очень многие в результате попали под суд, очень многие противились, активно противились и стали пацифистами. И вот это движение «блумсберийцев» и общественное, и художественное сыграло большую роль в жизни Вирджинии Гульф, а сама Вирджиния Гульф сыграла большую роль в формировании, в становлении в жизни этого общества. Очень интересна ее жизнь в качестве феминистки. Может быть, это тоже сыграло свою роль, почему эта книжка так привлекла читателей. Вирджиния Гульф была такой умеренной, я бы сказал, феминисткой, она описывала воинственных, агрессивных феминисток в одном из своих романов, кстати, не очень удачных под названием «Годы». Она таковой не была, однако она устраивала лекции, посвященные женскому вопросу, как тогда это называлось, даже у себя на том, читала лекции в английских университетах, и даже написала две больших и очень важных работы о том, каково приходилось вегетарианскому обществе и в эдвардианском обществе, женщине в Англии. Она сама, между прочим, была жертвой, я, конечно, закавычку это слово, потому что, в сущности, никакой жертвой она не была, но она была действительно, она очень сильно пострадала от отношения вегетарианцев к женщине, потому что она, например, как у нас говорят, у университетов не кончала, она пользовалась библиотекой своего очень одаренного и высоко образованного интеллектуала отца, но учиться в закрытой школе, а потом в октябре Кембриджа, где она очень преуспела, безусловно, она просто не могла. Тогда это было непримято. Вот об этом во всем она писала. Таким образом, она выбрала в себя не только свою собственную прозу, не только свое собственное критическое название, но еще и несколько очень крупных таких вот общественных узлов, важных для развития интеллектуальной Европы. Это блондоберийство и феминизм. И еще одним Вирджиния Ульф очень близка нашему читателю и нашей культуре. Что нельзя не учитывать? Это ее глубокий и давний интерес к русской литературе, которую она противопоставляла этой литературе английской, во всяком случае, той литературе, какую писали в соусе Арнольд Беннет или Герберт Уэллс, и ставила гораздо выше, и правильно ставила гораздо выше, таких авторов, как Толстой, Достоевский и главным образом Черв. Если вы почитаете ранние рассказы Вирджинии Ульф и даже ее романы, вы увидите, какое влияние, как велико влияние Чехова на ее прозу. Хотя модернистом Чехов вроде бы в те времена, по крайней мере, не считался. Она очень высоко ценила русскую литературу, пыталась одно время с помощью русского, который жил в это время в Англии, выучить русский язык. Не слишком, насколько я понимаю, в этом преуспела, но написала знаменитое эссе, и если вас интересует ее критическое расследие, с этого эссе, может быть, и стоит начать изучение ее нонфикшн. Эссе, которое называется, так и называется, «Русская точка зрения». Таким образом, вот этот вот очень непростой писатель, которого и прочесть не очень-то просто, а может быть, даже многое из того, что она написала, и прочесть не стоит, а вот биография ее может быть нам ближе, чем то, что она написала. Что касается последней книжки, я сейчас уже закончу, может быть, вы зададите какие-то вопросы. Последней книжке, которую я только начал писать, и о ней еще, собственно, строго говоря, сказать пока нечем, она посвящена замечательному английскому юмористу Пеллу Грэнбеллу Утхаусу, читать которого, в отличие от Вирджинии Вульф, одно сплошное удовольствие. Вот многие сейчас сзади даже заулыбаются, потому что, ну, действительно, его персонажи столь идиличны, столь безмятежны, столь прекрасны, сам он такой добродушный, беспечный человек, что, когда ты попадаешь в мир его книг, то ты, действительно, отдыхаешь в гораздо большей степени, чем, когда ты попадаешь в мир, например, Агаты Кристии или Коноголи, где все-таки происходит убийство, происходит что-то страшное, непонятное и так далее, и так далее. А вот чтение Утхауса – это одна сплошная радость. Будет ли этой радостью? Тут та книга, которую я напишу, я, разумеется, не знаю, и об этом пока говорить рано, поэтому я завершаю свой короткий рассказ о журнале и о тех книжках, которые я написал, и очень надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы, на которые я с удовольствием отвечу, на абсолютно любые. А вам еще раз благодарен за то, что вы пришли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Пожалуйста. Да, вот я хотел спросить, может быть, вы только подойдете сюда? Ну, типа вот сюда. Здравствуйте. Я хотел спросить просто. Ну, я так понял, у вас все равно коллектив свой устоявшийся журнале, да? Ну, просто мне интересно, если бы, допустим, был процесс найма на работу, как бы он проистекал? Вот. И у меня еще потом вопросик есть небольшой. Жрепие просто. Ну, я потом или сразу, да? Ну, второе хотел спросить, вот вообще сам тоже еще процесс перевода, как он происходит. Ну, то есть вы пользуетесь словарями, интернетом или как-то общаетесь между собой? Да. Угу. Все, спасибо. Спасибо за вопросы. Прекрасный вопрос. Оба вопроса достойные того, чтобы на них ответить, об этом подумать. Значит, что касается первого вопроса. Как вы нанимаете? Ну, как нанимаем? Мы нанимаем, как все нанимают. Но начну ответ на этот вопрос с того, что мы никого не нанимаем. Потому что нам, особенно, не на что нанимать. Мы, наоборот, держимся за тех людей, которые у нас работают. Дело в том, что вы все знаете прекрасно, что тот, кто у вас работает, стоит меньше, чем тот, кого вы нанимаете. Потому что если вы нанимаете человека, он запросит больше за ту работу, на которую вы его нанимаете, чем тот, который в это время работает в вашем учреждении. Ну, а вообще говоря, мы никогда не нанимаем человека, не постаравшись его так или иначе проверить на этом месте. Сделать это очень непросто. При наших скромных доходах трудно рассчитывать на высокопрофессионального человека. Можно рассчитывать только в том случае, если этот человек очень любит журнал, очень любит вот эту свою профессию, странную профессию литературного переводчика и редактора, и ради нее готов получать мало денег или имеет возможность заработать параллельно чем-то еще. Вот, собственно говоря, ответ на ваш вопрос. Что касается второго вопроса, то он, конечно, сложнее. Вы спрашиваете, как проходит, как вообще переводят. Ну, переводят, все переводят по-разному. Я могу рассказать, как перевожу я, например. На первом этапе то, что вы переводите, всегда ближе к оригиналу, чем к русскому языку. Поэтому первый вариант, первый урожай, так сказать, который вы снимаете, он всегда некачественный. То есть вы должны что-то перевести, отложить это и потом почитать свежим скромным, чтобы получилось. И если на первом этапе для вас гораздо важнее оригинал, да, то есть вы должны следить за тем, чтобы быть точным и хорошо понять, что хотел сказать автор. А это далеко не так просто. Особенно, если вы переводите с английского языка, с богатейшего языка мира, с богатейшей фразеологией, и в то же время переводите на такой богатейший язык, как русский. А вот на втором этапе у вас задача совершенно другая. У вас задача уже, вы находитесь уже в сфере того языка, на который ты переводишь, то есть русского языка. И тогда на оригинал вы стараетесь обращать внимание меньше. Вы начинаете думать о вашем читателе. Потому что даже если вы прекрасно знаете язык и перевели очень дословно, очень буквально, читать вас все равно будет нельзя. Поэтому, если к вам пришел переводчик, скажем, с испанского языка, вы ему дали перевод неподухов, он перевел ужасно, и вы говорите, вы знаете, ваш перевод никуда не годится. И если он вам на это говорит, но так ведь в тексте, то разговор можно считать закончен. Потому что он не понимает самой судей в лицартовом переводе. Потому что читать его совершенно безразлично, что там было в тексте. Единственное, если он только изучает этот язык, тогда ему действительно интересно сравнить оригинал с русским переводчиком. Поэтому, еще раз повторяю, первый этап – это смотреть назад на язык оригинала, и второй этап – смотреть вперед на русский язык. Что касается словарей, я думаю, что это теперь вообще не проблема. Я, например, по старинке пользуюсь словарями книгами, бумагой, что, конечно, смешно. Очень многие мои коллеги пользуются интернетом, бесконечными словарями. Сейчас есть в интернете масса всего. И это совершенно естественно и совершенно нормально. Понимаете? Так что, что касается словарей, то с этим, в общем, никаких особых проблем. Если вы редактор, но я уже повторяюсь, то вы должны очень внимательно проследить за тем, чтобы переводчик ничего специально не сочинял. Существует замечательная книжка, всем рекомендую, перевод Корнея Ивановича Чуковского «Высокое искусство». Там Чуковский описывает одного переводчика, как мне сказать, перевод Диккенса. Кажется, это был «Пикликский клуб». И перевод этот, когда ко мне Иванович Чуковский открыл его, был совершенно превосходным. Он действительно сразу же узнал Диккенса, но потом выяснилось, что переводчик сочинил целую главу от себя. Понимаете так, что бывает и так тоже. Пожалуйста. Кстати говоря, о переводе Умберто Эко очень хорошо пишут. Кто пишет? Умберто Эко. Конечно. Видимо, отрывки из этой книги печатали в прекрасном переводе, увы, уже умершего Андрея Коба. Был такой переводчик Андрей Коба с итальянского и с французского. Он как раз перевел отрывки из этой книги. Там Костюкевич, в основном, все переводится. Да. Вообще, Умберто Эко переводил по преимуществу Костюковича. Сергей Иванович Костюкович, конечно. Но вот эту книжку переводил Андрей Коба и гораздо лучше. Спасибо вам за лекцию. Ну, лекции никакой не было, собственно. Ну, условно говоря. Два вопроса у меня тоже. Значит, я пытался все время читать сложных авторов. Какие-то мне удавались с большим трудом. Ну, например, Фолкнер, Джойс, Беккетт. Вот. И потом, преодолев это, я получал удовольствие. Я понимал, что оно этого стоит. Верджинию Луф я не смог преодолеть. И я хотел бы спросить про нее, про Пинчена, про Эдгара Уоллеса. Бесконечная шутка. Стоит или нет? Оно того будет стоить, если я приложу максимум усилий? Или лучше не связываться? Я поверю вам на слово. Понятно. Вы знаете, что ответить на этот вопрос разом про всех авторов невозможно. Потому что, например, если вы пробьетесь и все-таки прочтете очень небольшой роман о Вирджинии Гульф «Миссис Дэлловой» или тоже небольшой… Варшланде на маяк, я пытался в Дэллове. Вот. Или небольшой тоже ее роман на маяк, вот эти две лучшие книги. То это, по-моему, вполне стоит. Что касается бесконечной шутки «Джевс», по мой взгляд, совершенно необязательно и пытаться, и пытаться. Тем более объемы там гигантские. Да, тем более, что там гигантские. Я на русском. Это очень известная книжка, ее многие знающие, хорошо знающие люди ее хвалят. У нас будет недавно, у нас будет вскоре в девятом номере лицензия на этот роман, потому что он, наконец, выпускен на русском языке. И рецензиент хвалит этот перевод. Значит, переводчик – это очень трудный. Да, переводчик – это очень трудная книга для перевода. Кого вы еще назвали? И «Пинчин». Пинчин, вы знаете, «Пинчин»… По-разному… По-разному потяготению. Пинчин, да. Но вот я бы на вашем месте все-таки почитал бы, который называется «Ви». «Пинчин». Да, вот это более такая читаемая, что ли, книга. И последний вопрос. Но без «Пинчина» можно обойтись, мне кажется. Так что займитесь обшением. И еще один вопрос, если можно. Значит, можно кратко, потому что он такой емкий. Значит, тройка, на ваш взгляд, лучших нынешних русских, российских, да, российских авторов, тройка лучших английских современных писателей, тройка лучших переводчиков. Ну, условно, тройка, там, двойка, четверка будет. Ну, почему переводу вы доверяете? Ну, да, 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 вашему не доверяю. Которые работают в иностранных лицах. Нет, вот… Сейчас вы спросите. Это отдельный вопрос. Подождите. Сейчас вы спросите. Значит… Ну, допустим, Пелевин, Сорокин, там, и так далее. Быков. Да, не Пелевин, и не Сорокин, и не Быков. Я бы назвал… Я бы назвал Людмилу Петрушевскую. Ага. Я бы назвал, увы, недавно Гумишу Андрея Битого. И я бы назвал Михаила Шишкина. Это мой выбор. Что касается современных английских авторов, как-то там сейчас, по-моему, не очень богато. Но вот превосходный писатель Исигоров. Прочтите обязательно его роман «Исигоров». Он… А, Кадзо Исигоров. Ну, его Исигоров. Да. Ну, да. Вы называете Исигоров или Исигоров, я не знаю, кто правильно говорит. Остаток дня. Да. По-моему, это превосходный роман. Остаток дня он читал. Вот. Замечательный. И на него сейчас напросились наши издатели. Мы издавали очень много книг. Я, кроме остатка дня, не читал ничего. Он писатель в высшей степени талантливых. Вот. Ну, а что касается переводчиков. Вы знаете, ну, у нас есть очень много замечательных переводчиков с разных языков старшего поколения. Они переводят уже довольно мало. Но я могу назвать нескольких и заранее извиниться, если я кого-то не назову. Это Александр Богдановский, переводчик с испанского и протуральского. Абсолютный виртуг. Да, Сарамаго. Абсолютный Сарамаго, прежде всего. Хотя вот за Богдановским надо следить в смысле истории Корнея Ивановича Чудловского. Он может и сочинить. Но он блестящий материал. Вот. Это Наталья Самова Мамовлевич, переводчица с французского языка. Это Вера Аркадия Мельчина, переводчица с французского языка 19 века. Она переводит в основном старую прозу. Это Виктор Петрович Голушев, переводчик с английского языка. А в отличие его от Богдановского, как раз Голушев переводчик очень точно. Очень точно. Вот его проверять на знание языка не нужно. Он переведет очень точно. В Петербурге есть несколько прекрасных переводчиков. Переводчик поэзии Михаил Давидович Яснов, которому мы обязаны переводами французской поэзии профлятых поэтов и многих других, и детских стихов. Он еще и писатель. И, не помню его отчество, Валерий Кислов, который переводит такую усложненную модернистскую, постмодернистскую французскую прозу. Возвращаясь еще к московским переводчикам, это Марина Аркадьевна Бородицкая, переводчик с английскостью, да, и Григорий Михайлович Кружков, переводчик тоже английской поэзии. Ну вот так вот. Да. Еще, конечно, я должен был назвать Михаила Егоровича Рудницкого, переводчика с немецкого языка. Рудницкий после многочисленных переводов немецкой классики, немецкоязычной, простите, классики, заново переводил заново Кавки. Сейчас переводит, и скоро будет печатать в рубрике новые переводы, переводит процесс Кавки. Он переводил заново очень многие произведения, которые уже печатались. И да, но это был его вечер, и он перевел «Смерть Венеции» Томасома, ну и много чего еще. Ну вот это, так сказать, что называется элитная группа. И он соперничает с Райком Кавалевым, да? Ну вы знаете, как насчет соперничать. Если уж говорить о соперничестве, то вы неправильно сказали. Скорее тогда его можно сравнить с Соломоном Аптом. Апт – это переводчик очень матерный, мощный переводчик. Он перевел, действительно, шедевры немецкой прозвищи XX века и Гессе, и Музиля, и того же Томаса Ивана. Кстати, о биографиях он написал, и биографию Томаса Ивана тоже написал. И вообще он был замечательный человек, его нет в живых. Ну вот более-менее вот это вот такое вот… Да, еще не назвал переводчика с Итальянского, Евгения Михайловича Солоновича. Тоже прекрасный переводчик. Но это переводчики поэзии. Это не со мной, я стихи не перевожу. Это совершенно отдельный длинный разговор. Поэтому и касаться не будет. Пожалуйста, еще раз. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Подключи? Да. Сейчас. Благодарю. Знаете, хотелось бы у вас еще вот с самого начала спросить. Глядите, объективно, что этот переводчик в процессе, скажем так, становления более лучше, как переводчик, имеет по определению какие-то, скажем так, эксистенциальные открытия в плане авторов. Ну, думаю, понятно. Хотя, если бы у вас спросить, у вас были прямо такие излюбленные авторы, которые вам впечатлили вас? Ведь, по сути, скажем так, искусство должно впечатлять. Им по определению должно быть каким-то открытием. И довольны ли вы собой? Потому что вы, очевидно, человек уже не молодой и имеете вопрос. Как и не молодой? Как и не молодой? С чего вы это взяли? С чего вы это взяли? Он разве плохо выглядит? Развоились ли? Вот у тебя графию я уже читаю. Да, у меня было, мне кажется, несколько открытий авторов, которые мне очень были близки, которых я открыл. Это английский автор дневников Север Пипс. Замечательный фильм с этим. Не писатель, а автор дневников именно. Это XVII век. Кроме того, прекрасный ирландский писатель, сатирик, ученик Джойса, хотя он, кажется, с ним даже и не знаком, Фленом Правин. Его я тоже, в общем, открыл. Но сейчас он уже известен нашим читателям, прежде всего, по роману «Третий полицейский», который я не переводил, а я переводил его, так сказать, фрагменты его сатирических прозвий. И замечательный американский парадоксалист, парадист Генри Луис Мелкин, которого тоже не переводили до меня, и, по-моему, не переводили и после меня. Но это все, так сказать, не писатели с первой величины, но это писатели, которые были очень мне близки. И это был мой выбор, уже не знаю, экзистрициальный какой. Вы это хотели спросить, да? Спасибо. Пожалуйста. Александр Яковлевич, пожалуйста. Мы упомянули прекрасного переводчика с классических языков Андрея Каваля. Да. А он что, с классических языков? Да. Смотрите, я это либо не знал, либо забыл. У меня уже вышел перевод новый, не так давно, кстати, еще до его кончины. Игнатий Алоев, духовный книг «Пятый книгца». Все понял. Он превошел перевод двадцати языков. Да-да-да. Мы печатаем только его перевод из книжки Умберта Эка о переводе. Да. И, в общем, то, что вы упомянули, как вопрос по ассоциации возник, то есть мы обсуждали вопрос, как это называется мультиванной ассоциации, когда носители нескольких языков, допустим, четырех-двух лет, в результате травм утрачены какие-то вот, значит, какие-то элементы, то есть навыки языковые. И значит ли это, что программное обеспечение языков, да, разность, то есть носители разных языков, конечно, на разных, так сказать, ну, разных участках мозга. Вот, можно ли, хотя не прямые переводы касаются, а вот такой вот проблемой. Ну, а все-таки вопрос, подочнее. Да. То есть можно ли сказать, то есть, или, может быть, есть какое-то мнение, что разные языки хранятся у носителей разных языков, да, на разных, так сказать, разных языков, но у мозга. Так. Оль, вы знаете, ну, это все-таки вопрос, который лучше было бы задать физиологу, а не мне. Я был знаком в разное время с людьми, которые знали много языков, но которые не были переводчиками. Вот вы говорите о Фоле, я же с ним был не знаком. Он просто прислал свой перевод, мы его печатали, и я не был его редактором. Поэтому я с ним напрямую не общался. Вопрос очень интересный, очень важный, что происходит с человеком, который знает много языков, и как эти языки, если я правильно понимаю ваш вопрос, как эти языки, что называется, распределяются у него. Есть ряд переводчиков, которые переводят не с того языка, который они знают лучше. Вот есть такая ситуация. Ну вот, например, я уже называл Александра Богдановского, он очень много переводит с английского, который знает не бог весь как хорошо, а гораздо лучше знает португальский, потому что он начал в свое время в Лейграде португальское отделение, ну и испанский, а переводят с английского. Но потому что многие стали переводить с английского, опять же, во время перестройки, потому что другие языки стали не нужны нашей культуре. Понимаете? Вот, как они у него распределяются в этом отношении, мне очень трудно сказать. Я бы сказал скорее, что знание многих языков скорее может быть мешают даже переводы. Но вот все те, кого я упомянул, между прочим, я назвал десяток переводчиков, они, ни один из них не является знатоком многих языков, они все более или менее знают один из них. И, например, такие блестящие переводчики, не боюсь этого слова, как Вера Аркадьевна Мильчина и Михаил Львович Рудницкий, они… Рудницкий знает, естественно, превосходно немецкий язык, но по-английски он не знает ни слова, вообще не знает ни слова. Мильчина точно так же, прекрасно зная французский, не знает ни слова по-английски. Это не мешает ему совершенно переводить, абсолютно не мешает переводить. Кроме того, существует такое понятие, вы, наверное, слышали про него, это уже я отвлекаюсь от вашего вопроса, ложный круг переводчиков, да, это означает, что вы, например, переводите с украинского языка и прекрасно знаете это слово, потому что оно есть по-русски, точно такое же, да, но потом выясняется, что по-украински оно значит «не то» или «не совсем то». Это часто бывает, когда вы переводите с близких языков. Ну вот португальский – испанский, норвежский – шведский, русский, украинский, белорусский, сербский. Это очень тяжелое дело, потому что языки очень близки, слова одни и те же, а значит они совершенно разные вещи. Если вы говорите, что вы переводчик с норвежского, с шведского, с датского, а такие есть и таких много, ну это серьезный вопрос. Да? А если тогда можно конкретный вопрос поставить, можно ли говорить, что англичанин и русский думают и говорят разными частями как бы «можно»? Да. Я опять про свое. Да. Какие-то нить… Я не знаю. То, что они думают порой по-разному, это может, что называется «знаемость в последнем свете». Задним умом вы в основном, а не передним, да? Спасибо. Спасибо. Но я, к сожалению, вам благодарить меня не за что, если я на ваш вопрос ответил, да и не мог ответить. Пожалуйста. Вы упоминали американский журнал, а мне интересно, по вашему опыту, разница в предпочтениях у читателей американских и у российских по темам, что в литературе предпочитают американские и российские? Что предпочитают? По темам. Какие темы, что ли? Ага. Любовь, естественно. Какая? Нет. Вот разница меня интересует. Есть там? Ну, вы, наверное, имеете в виду. Понимаете, русские и американские читатели в равной степени любят развлекательную литературу. Возвлекательная литература вообще-то придумана англоязычными авторами. Впервые сенсационная детективная литература, готическая литература. Это все порождение англоязычной литературы. Правда же? И сегодняшний наш автор получил наконец доступ, после цензуры советского времени, получил наконец доступ к развлекательной литературе. Я ее не люблю. Я ее не читаю. Но я считаю, что очень здорово, что такой доступ есть. Поэтому мне кажется, что сегодня средний американский читатель, и французский, и немецкий, и русский, тяготеют развлекательную литературу к семейному роману, психологическому роману, любовному роману. Как это, собственно говоря, было и в последнее время. И сказать, что здесь какая-то большая разница между предпочтениями американского читателя и, скажем, русского читателя, да нет, я не возьмусь сказать. Понимаете, разница начинает происходить тогда, когда речь идет серьезно. А большинство читателей все-таки не читают литературу развлекательную. А как бы вы ответили на этот вопрос? Не знаю, я как раз хотела, не теоретически откуда-то это узнать, а от человека, который внутри темы. Вот хотел узнать и сказать. А я не внутри темы, потому что предпочтение русского читателя – это не моя тема. Понимаете? А это не моя тема. Нет, ну это мы все можем сказать. Вы как раз к иностранным ближе. А я ближе к иностранным. Ну да, но я же, что значит ближе к иностранным? Я могу сказать, что предпочитает печатать журнал «Иностранная литература». Мы предпочитаем печатать яркие, талантливые произведения самого разного типа. Самого разного типа. Я, например, небольшой любитель вот такой постмодернистской литературы, вычурной литературы. Потому что я понимаю, что большинство читателей не будут читать эту литературу. Вот вы знаете, в связи с вашим вопросом, это, конечно, не ответ на ваш вопрос, но я вот о чем еще должен был вам сказать, что у нас очень странная читательская аудитория. У нас этих аудиторий две, и они абсолютно разные. Одна у нас читательская аудитория – это аудитория немолодого читателя, провинциального читателя, который тяготеет к традиционной литературе. Я сейчас не говорю, развлекательный или серьезный, это должен быть обычно большой роман, психологический, семейная сага, что-то вот в этом роде. Но есть у нас и другой вид читателя. Это молодой читатель, мы не можем на него не ориентироваться. А их больше интересует документальная литература, нон-фикшн, и, если это художественная литература, то, конечно, постмодернист. И нам приходится, так сказать, удовлетворять и тех, и других тем или иным образом. А это в рамках одного журнала, конечно, сделать очень нелегко. Вот у вас был вопрос, пожалуйста. У меня? Да, я так понял. Встаньте только, что вы ослышали. В первую очередь мне хотелось бы сказать спасибо огромное за ваш труд, потому что те люди, которые имеют отношение к переводу, я думаю, понимают насколько, и знают какой-то кропотливый труд. И я стала студентом и говорю, что переводчикам литературы, которые занимаются литературой, художественным переводом, нужно при жизни ставить память, по моему мнению. У меня, знаете, какой был вопрос? Вы уже частично на него ответили, чьим переводом вы доверяете, но вы уже ответили на этот вопрос. А у меня еще, как у преподателя, мы обучаем переводу, но, к сожалению, мы не уделяем внимания, у нас нет часов и возможности на обучение художества. Вообще можно ли научить литературную переводу? И, ну, научить в полной мере переводить так, как вот вышеупомянутые 10-12 человек, конечно, нельзя, но поставить на рельсы можно. Можно научить азам. Ну, то же, что делаете вы ваших специалистов, вы что преподаете? Перебежный писатель? Нет, мы только там перевод. А, перевод, но не литература, а вообще перевод. То есть вы, ну, как вы и я, как переводчики, как преподаватели перевода, вы должны научить, научить, понятно, научить каким-то азам. Ну вот, а дальше либо выяснится, что вашему ученику это все просто неинтересно, либо интересно, но он не способен, такое тоже бывает, и он тогда это бросит, либо он увлечется, пойдет по этому пути и преуспеет. Это уже, что называется, без нас с вами. Наше дело, вот, как это называется, где в теннисе, где поставить руку. Да, поставить руку. Мы с вами должны поставить руку. Ну и ногу тоже. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, практически, тоже еще один вопрос. Вот, допустим, ну, мы примерно одинакового возраста. Вот, 20 лет мы с вами прочитали «Войной мир». Вот, а сейчас, спустя 50 лет, стоит вопрос, что прочитать не второй раз, «Войной мир» или латышских, вот тут уже литовских и мексиканских писателей? Первый раз. Вот вы бы на моем месте что сделали, «Войной мир» или литовских писателей? Да, конечно, «Войной мир». Не второй раз, а второй, двадцатый, двадцатый. А, вот. Как можно сравнивать? Ну, тут-то все-таки первая, там-то второй. Вопрос не корейный, понимаете? Ну, что же сравнивать «Коня» и «Требетную лань»? Тогда времени на них не останется. Ну, это вот ваш вопрос. Ну, я не знаю, по мне, так лучше прочесть еще раз «Войной мир». Ну, это по-разному. Потому что кроме «Войной мир» еще ведь есть несколько сотен таких же шедевров. Несколько-то сотен. Тысячи. Тысячи. издательствами вашей деятельности. Вы бы поняли, что можно в библиотеке, в читальном зале, маленький тираж. Соответственно, это возможно сопримученная нашего доступа, да? Как потребителя, скажем так. Возможно ли, что спустя какое-то время вы будете в архиве, в интернет-источниках задавать ваше издание? Первый вопрос. Я сразу отвечу. У нас, спасибо за вопрос, у нас очень в этом смысле сложная ситуация. Опять же, связанная с нашей нищетой. Потому что, в отличие от других толстых журналов, мы не печатаем, мы не помещаем на сайте переводы целиком. Потому что мы покупаем трава не на электронные издания, а только на одноразовые бумажные. Понимаете? Поэтому, если вы зайдете на наш сайт, вы не увидите вот этого журнала в полной мере, в полном объеме. А вы увидите только что-то небольшое, какие-то отдельные куски. Потому что иначе мы нарушим авторскую правду. Пожалуйста. Скажем так, художественное, творчество. А были ли поступки, и имеются ли такие практически уже ситуации реализованы, что к вам обращаются зарубежные издательства за переводом русских произведений, то есть как человек, который может чувствовать язык носителя и перевести на английский язык вот такие вещи? А. 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 Как переводить нон-фикшн? Но дело в том, что нон-фикшн, бывает разное нон-фикшн. Очень часто нон-фикшн переводить труднее, чем собственно художественный литерат. Да и вообще разница между талантливой, яркой публицистикой и художественным произведением очень невелика. Понимаете, и эту разницу, так сказать, почувствовать между романом и каким-либо документальным описанием какого-то явления бывает очень непросто. Я бы сказал, что нон-фикшн дается переводчику, даже опытному переводчику художественного произведения, гораздо сложнее. Ему бывает гораздо сложнее переводить нон-фикшн. Перевод нон-фикшн – это вообще явление более-менее сегодняшнего дня, потому что, опять же, в советские времена у нас переводили очень мало публицистики, эссеистики. Это все замалчивалось по большей части. Понимаете? Поэтому для того, чтобы появилась школа перевода эссеистики, например, с английского языка, с французского языка, должно пройти время. У нас еще нет идеала в этом отношении. Это очень трудно. Знаете, художественную литературу мы переводим уже очень давно и, как правило, очень хорошо, потому что советская школа художественного перевода – замечательная школа. Не потому что она советская, потому что там было очень много замечательных переводчиков. Все это началось еще во времена Горького, во времена проекта «Всемирная литература», когда Горький все задумал и замечательные переводчики с самого начала переводили к ним. У нас отличная школа переводов. Отличная школа переводов. А вот переводы нон-фикшн – это, в общем, для нас более-менее новое. То есть не очень, да, пока? Да нет, ну не то, что не очень пока. Есть прекрасные переводы, есть переводы менее удачные. Но в целом это удается хуже, потому что нет школы, понимаете? Должна быть школа, что в ядерной физике, что в переводе. Должна быть школа. В художественном переводе школа есть. Она есть. Люди, которых я назвал, они, так сказать, потомственно наследуют эту школу. Почему они такие прекрасные переводчики? А что касается переводов нон-фикшн, это немножко другое дело. Серьезно. Придумали? Вспомнили? Вспомнили. Вот такой маленький частный тоже, технический по большому счету. Сейчас достаточно распространены все вот эти площадки, на которых люди могут с носителями языка уже в уроках по онлайн общаться. Используете ли Вы для себя какие-то такие вещи для решения проблемы какого-то перевода? Вот просто часто же можно столкнуться с семантической этой короткой. То есть как Вы для себя... То есть попросту вопрос, если я правильно понял, такой. Задает ли переводчик вопрос писателю, когда он переводит? Ну, например, да. Конечно. Конечно. Если это писатель «свит» или «ширспирт», то задача можно. Не просто. Столк можно повертеть. Можно повертеть. Но как повертишь еще? Ну, согласитесь, Вы, допустим, к Вам могли бы обратиться как к интеллигентному человеку и просить рассказать Ваше мнение о вот этой фразе Толстого, да? Извините. Да. Вы бы попытались, как носитель второго языка, объяснить, что это имелось? И вот в такой ситуации... Да, я был бы очень большим, если бы не задавали такой вопрос, но мне ни разу не попадало. Я, например, давно очень дружу замечательным переводчиком русской прозы на английский язык, таким Робертом Чанлером, который живет в Лондоне, но Чанлер так знает русский язык, что нам с Вами не снилось. Он говорит с небольшим акцентом, но знает язык потрясающе тонко, и он мне вопрос практически не задавал. Если бы задавал, я бы с удовольствием ответил и помог ему, конечно, но у меня просто не было таких случаев. У нас есть журнал «Глаз», или, наверное, сказать был журнал «Глаз», который издавала Наталья Перова, она такая инициатор перевода с русского языка на английский, с русского на английский. И она находила прекрасных переводчиков, которые переводили современную русскую прозы на английский язык. И печатала эти переводы в отрывках в этом своем зонаре «Глаз». Войдите в интернет, посмотрите, если вам интересно. Вот Наталье Перовой вопросы наверняка по поводу русского языка задавали, потому что она была современной редактором, а мне вот нет. А вы, в своем очереди, вот именно… А я, понимаете, я… Да, но я перевожу главным образом авторов, которых давно нет в живых. Вот. А когда я переводил современных авторов, такое тоже было. Это было довольно давно, и связаться с ними в советское время было очень просто. Да? Ну, как-то через кого-то это, в общем, в принципе, происходило. Я поняла, спасибо. Ну что, есть? Да, пожалуйста. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, объясните, вернее, разницу между литературным переводом и отходом от источника. Отходом от источника? Да. Я бы сказал так, что литературный перевод – это всегда отход от источника. В принципе, не может быть литературного перевода, который был бы не отходом от источника. Потому что языки разные, люди думают по-разному, у людей разные представления о мире, у испанца, у русского, у финна, у грека, у китайца, у них у всех разные представления о мире. И если вы задались целью переводить очень точно, я об этом уже, собственно, говорил, то успеха у вас не будет. Вы в результате переведете так, что прочесть это будет нельзя, это будет вот машинный перевод. Поэтому, если вы переводите с литературно с одного языка на другой, то вы заранее знаете, что вы отходите от орининала. Другой вопрос – как? Можно отойти от орининала и не отойти? Когда вы переводите юмористическую прозу, вам важно, чтобы читатель, посмеявшийся по-английски, когда он читал, посмеется потом по-русски, правильно? А если он, посмеявшись по-английски, потом по-русски будет читать мрачно, без тени, улыбки эту книжку, то это значит, что вы от орининала не отступили, но по большому счету наврали. То есть исказили сам принцип литературного перевода. Повторяю в третий раз – литературный перевод – это всегда отступление от орининала. Обязательно, в обязательном порядке. Другой вопрос – как? Как вольно Маршак Кэррол переводил? Маршак вольно переводил Шекспира, а тем не менее никто за это время не перевел Шекспира так, как перевел Маршак. Ну, санатик. Ну да, он его переводил на такой романтический, так сказать. А лучше, условно говоря, можно сказать. Ну, условно. Не может считать. Один остроумный человек в свое время пошутил. Сочинив сходу такой стишок. Я, наверное, на этом и закончу. Всяк из них не дурак. Вильяму соперник. Маршак Пастернак, Шепкина Купер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...